Курсанты Рязанского училища ВДВ после погрузки на аэродроме в Краснодарском крае совершили перелет на расстоянии около полутора тысяч километров и десантировались на площадку приземления Житова в Рязанской области. Здесь они рассказали, как прошел горнополевой выход. Это было ново, это было непривычно, но однако мы со всем этим справились. Здесь также на протяжении всего горнополевого выхода у нас выполнялось контрольно-тактические занятия номер два, где мы действовали по штурмовому в составе наших групп, с применением авиации на вертолетах. Также это протекало все в двухстороннем режиме, то есть одна рота оборонялась, другая рота наступала, сопровождали колонны, отражали засады, все было интересно. Курсанты Рязанского училища ВДВ прошли по маршруту протяженностью 120 километров. Они отработали навыки в преодолении горного рельефа местности. Особое внимание было уделено ориентированию, а также организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации. Колоссальное различие в том, что местность в Рязани равнинная, а в горах там серпантин, там рельеф местности, там складки другие. Это касается как в плане тактических действий, как в плане применения оружия. Тоже есть свои особенности, специфика. Погодные условия нам только благоприятствовали, честно. На протяжении всего горного полевого выхода светило солнце, было тепло, виноград. Десантировались курсанты в полной экипировке с оружием и снаряжением самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на парашютах системы Д-10. Высота выброски составила примерно 800 метров, при скорости 360 километров в час. Олеся Катровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».